Понятно, что когда дождь не работает, приступили к закатке. Планируем бы в течение недели эту работу завершить. На стадионе будущей Зареченской школы работа в прямом смысле слова кипит. Здесь разравнивают горячую асфальтовую крошку, обкатывают ее катком, а для беговых дорожек укладывают резиновое покрытие. Спорт-ядро большое – это центральное футбольное поле с искусственным газоном. И второе – это баскетбольная площадка. Вокруг, соответственно, футбольно у нас организованы беговые дорожки и зона воркаута. Уже совсем скоро 600 учеников будут заниматься не только на современном стадионе, но и в многофункциональных классах. Руководители проекта отмечают, сейчас на смену привычной планировки приходят светлые пространства, поэтому в каждом кабинете панорамные окна. В настоящий момент готовность его 85%. Готовимся к сдаче ЗОС в августе. Идутся отделочные работы внутри помещений, благоустройство, монтаж инженерных систем. Эта школа не единственная, которая появится в Заречье. К строительству еще одной в жилом комплексе резиденции. Сколково только приступили. Завершили конструкции подземного технического этажа. Сейчас ведутся конструкции первого этажа. Количество учеников чуть больше – 750 человек. На месте монолитных конструкций появятся не только классы, но и лаборатории, мастерские, читальные, артистические залы. Этот список не предел. Зал концертный на 590 мест, спортивный зал. Верхний этаж, третий у нас. Будут классы IT-образования, классы изучения иностранных языков. Дорожки для ходьбы и лыжной подготовки, волейбольные и баскетбольные площадки, зона для прыжков в длину. Спорт-ядро тоже обещают быть наполненным. В школьном дворе найдется место даже для экологической тропы. Согласно графику и инвестконтракту, школа у нас сдается осенью 26-го года, но мы приложим все максимальные усилия, чтобы сдать ее пораньше, и чтобы дети, окружающие у нас в застройке, которые живут, могли в школу пойти гораздо быстрее. Не только школы, но и поликлиника появятся в Заречье. Готовность здания уже более 80%. Сегодня у нас выполнена работа по фасаду, отделочная работа внутри, предчистовая отделка, соответственно, завезены материалы по отделке. Особое внимание маломобильным пациентам. Для их удобства – широкие лифты, коридоры и дверные проемы, вход на уровне земли, а тротуары – с низкими бордюрами. Олеся Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok